Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас мы с вами крайне быстро заценим Лоррейн 40 тонн, которая появилась на продаже в составе набора с АМХ 49. Это тяжелый танк 8 уровня. Вам за 11 тысяч предлагают две машины 8 левела, покупать или не покупать, решать вам. Ну а что касается моего мнения, я его уже высказал вот в этом видео, там где вы можете посмотреть честный обзор на АМХ 49. Что касается абсолютно честного обзора на Лоррейн 40 тонн, то он уже есть у меня на канале в стиле моего канала. Если вам интересно данное видео, вот ссылочка, заходите, посмотрите на зацен брони на сравнение с другими машинами, плюс к тому на оба этих видео я добавлю ссылки в описании под данным видосом. Что касается Лорки, первая проблема Лорки заключается в том, что она очень большая. Возьмете Сомуа, но это тяжелый танк, возьмете Лоррейн 40 тонн, практически одинаковая по размерам машины. То же самое касается сравнения с АМХ. Да, АМХ чутка больше, но не намного. И по большому счету это тяжелый танк с броней от легкого. Почему так говорю? Потому что для тех, кто не знает, брони здесь нет вообще. Он просто весь желтый. Это сборник для фугасов. Здесь везде по 60 плюс-минус миллиметров с учетом приведенок, а то и меньше. Короче говоря, веселого по броне здесь абсолютно нет ничего. И к чему это ведет? Это ведет к тому, что машину можно реализовать только если вы крайне-крайне аккуратный игрок. Что касается орудия. Орудие в чем-то хорошее, в чем-то плохое. Хорошее то, что в нем есть 4 снаряда, которые вылетают через каждые 2,5 секунды и наносят по 225 единиц урона. Потенциально давая вам возможность заносить по 900 практически единиц, если я правильно считаю, урона за один барабан. Это немало. Но потом вы уходите на перезарядку всего магазина на целых 21 секунду. И с учетом его просто конских размеров и отсутствием какой-либо брони, это крайне сложная задача для новичков. Таким образом получается, что Лорейн 40 тонн машина однозначно не для начинающих. Я не знаю, нужна ли она вам, и особенно исходя из того, что за 5,5 тысяч продают ее отдельно, тогда когда за 11 можно взять 2 премиум танка 8 уровня, безусловно в наборе гораздо интереснее. Но сможете ли вы с ней совладать, сможете ли вы покорить Лорку и сделать так, чтобы она приносила вам исключительно удовольствие, а не подтирание ваших слез и негативных ощущений от того, что попадая куда-то в замес, вас выносят одним из первых. Вот это уже действительно остается за ширмой, и эту ширму вы сможете приоткрыть только, наверное, путем того, чтобы купить и попробовать. К сожалению, это та машина, про которую очень сложно четко ответить, стоит ли ее брать. Кто-то ее хвалит, кто-то говорит, что машина очень классная, очень бодрая и хорошая. Кто-то говорит, что в его конкретно руках машина не играется абсолютно. И с этими ребятами тоже сложно не согласиться, потому что тогда, когда у тебя в руках абсолютно картонная машина, реализовать ее могут только те ребята, которые умеют играть на картонах. На секундочку, прервусь, сейчас посмотрим, что мы сможем сделать. Есть у нас здесь вот такой вот товарищ, разменялись с ним немножечко выстрелами, ну и ушли на перезарядку всего магазина. Вот теперь для лорки самый сложный момент в каждом бою. Это пережить время перезарядки. Сейчас сюда едет Йох, а мне еще целых 8 секунд перезаряжаться. Безусловно, я сейчас вынесу его в ангар, как только перезаряжусь. Я, в принципе, мог бы помочь союзникам уже это сделать. Единственное, что я не успеваю, ну и, соответственно, буду сейчас пытаться быть полезен путем того, что буду добирать вот этого вот брата. Ну и, соответственно, попытаюсь кинуть последний свой имеющийся снаряд в ИС-6 и спрятаться, опять-таки, на перезарядку. Вроде бы как бы и ничего удивительного, вроде бы как бы и ничего сложного, особенно для тех ребят, которые умеют играть на барабанных танках. На тех танках, на которых, в принципе, стиль игры такой. Выехать, откидать барабан и спрятаться. Радует то, что лорка, она позволяет бодро передвигаться по карте. И вот сейчас, объехав своих соперников, я могу вполне спокойно заехать к ним в тыл, ну и, соответственно, отсюда поотрабатывать. Не хватает немножко углов склонения орудия периодически. К этому стоит вам, ребят, быть готовым, ну и придется к этому привыкать. Но все же, друзья, мне лорка нравится. У меня 55% побед, я не супер там крутой какой-то танкист, я не живу в танках, я не изучаю наизусть все ДТХ по машинам. Но даже я порой умудряюсь довольно неплохо реализовать все возможности Лоррейн. Не могу сказать, что это прям имба, не могу сказать, что это мастхев, но то, что в машине есть что-то веселое и интересное, это точно. Вот сейчас сделали абсолютно спокойную победу, безусловно, Лоррейн крайне зависима от своих союзников. И если ваши союзники сыграют не сильно качественно и довольно-таки плохо, то, соответственно, у вас результатов тоже особых не будет. Ну, может, урона набросаете, но победу сами вы не выгрызете никогда. Только в, скажем так, в компании своих однозначно союзников вы можете побеждать. 67 тысяч серебром. Довольно неплохой результат по фармам. Что касается результативности в команде, то я занял среднее место. И я могу сказать откровенно, преобладающие большинство боев на Лоррейн приблизительно будут с вот такой вот успешностью. От 1600-1700 и до 2000 с копейками урона. Хотя бывают, друзья мои, и зашкаливающие по своей результативности бои. Я хочу лайкнуть нескольких ребят из этого боя. Они действительно молодцы. Из 6 соперников держался довольно-таки круто. 2500 урона смог дать. За что ему увожу хайреспект. А Лоррейн это машина однозначно для любителей, для ценителей и для тех, кто сможет играть на крайне большой и крайне картонной машине с долгим временем перезарядки. Но все-таки с довольно неплохими результатами по настрелу, если вы сможете играть на ней крайне-крайне осторожно. Ну что ж, друзья мои. На данный момент у меня все. Побежал снимать специально для вас новые видео. А вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Я стараюсь для вас и надеюсь на вашу поддержку. Мне очень нужны ваши подписки для развития и популяризации канала. Всех благ, мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.